В бою авториографию Лев Константинович скуму нестил всего народного хранилища. В ней только основные даты и события, но за ними вся его многолетняя творческая жизнь и жизнь дыхательных войн между городом и Россией второй половины об Санкт-Петербурга. Среди этих датков одним из первых стоит год 1921 года. Начало работы в КПЖ. С этим особенным учебным связанным вся музыкальная биография в КПЖ. В ней это учащиеся. Здесь прослеивали образ мастерства и авторитетов, педагогов, дирижеров города, композиторов, организаторов и музыкально-общественных деятелей. Не случайно тем, кто хочет больше узнать о творческой жизни, Лев Константинович предлагает поближе познакомиться с книгой отзывы КПЖ. Санкт-Петербурга. 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 Продолжение следует... 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 Они утвердили Владимира Константиновича его самым крупным бюджетом в городе Санкт-Петербурге. Вместе с Владисом Степниным, Владимиром Кузьмином Алико, Андреем Кашевым, Владимиром Семенниковым и Кургиме 9 лет подряд он руководил творческую лабораторию и комиссию при Министерстве культуры в Москве. В мае этого года четвертый раз он будет возглавлять чили и объединенный фонд международный конкурсом «Мужской праздник». Взводный фонд конкурса «Поющая Россия» это тоже припад, хотя всегда звучат самые сложные традиции, самые значительные праздники. Не всем дано такое умение не отдыхать. Чувствовать себя увереннее только в пассиве постоянно в общественном напряжении. Еще училище Эль Константинович понял, как важно бережное отношение к жизни. Этому его училие однокурский, высшие праздники. Вообще-то никакое воспринимание, как Владимир Семенников был предельно строг на репетициях и с такими поедями, как рады гонял футболян на полях. Уже тогда все отличия естественности и доброжелательности его отношения к людям и преноминая его способность, как главный исход у его человеческого и профессионального стерапия, создавший особый репетиции его личности, который ощущает взятие, но кому-то можно по себе встречаться. В основном, в факте Семеновича заявил Александр Свежев. О встрече профессиональных и джордах пригласил в сферу с пиралю и хоккейский фронт. Трудно представить, что Владимир Семенович согласился в свое время и на предложение преподавателем Великобритании. Отечественные банки Семеновичи Семенович Семенович Продолжение следует... Спасибо. 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 Вы были одним из первых выпускников «Дорога Проманчика», 45 лет творческой деятельности, поэтому самое главное, самое главное то, что Ваше имя ставит во всех городах и везде России, Советского Союза Большого Дня, Ваша капелла заслужила и получила заслуженные призывы на международных конкурсах фестиваля. Не оставите, если Ваше имя российский, не международный, не откудется без Вашей воспитания. Это, наверное, самое замечательное признание Ваших трудов. Я не буду очень долго говорить, тем более, что улучшение было очень большое. Позвольте от имени законодательного собрания, председательного собрания, от исполняющего обязанности губернатора Юлия Мебедева, от себя лично, от всех властей, областных поздравить Вас с этим юбилеем, пожелать Вам здоровья, успехов. Ну и, наверное, Ваше детище. Вот слово «детище» — это Ваше действие. Это, наверное, самое замечательное. Я вот не знаю, наверное, затрудняюсь сказать то, что у кого еще кто может так поквастаться своими достойными, воспитанными талантами, тем более самыми юными и молодыми, в них продолжение Вашей жизни, в них продолжение Вашей деятельности, в них были, есть и будет Вашим смеем. АПЛОДИСМЕНТЫ Который Вас любит, обожает, знает Ваше творчество, знает Ваше искусство, и он просил лично Вы передать Ваше привет, низкий поклон Вам, Вашим подразделениям прекрасным, которые за рубежом, и немного, когда говорят, они немного, и там знают Антон-Довод и Харавай-Харава-Харава-Харава-Харава-Харава-Харава-Харава. АПЛОДИСМЕНТЫ И сегодня, наверное, мы не будем скромничать. Это лучший коллектив, который есть в России, и я думаю, один из лучших коллектива, может быть лучший, который подобный, есть на всем земном жаре, где мне пришлось побывать в 36 странах мира, и слышать, что в подобном ничего нет. АПЛОДИСМЕНТЫ И все, что это было в том, спасибо, здоровья, счастья, радости и увозьмите в себе, удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогой Екатерина Сергеевич, я провел в городе не совсем-немогребное дело, что от вас отношения могу ли говорить в России. Уважаемый Екатерин Сокеевич, министерство Культуры Российской Федерации сердечно поздравляет вас. Мы так наверно бережемы, композитора, замечательного и взыскательного педагога, воспитавшего прекрасных последователей и неизбелых подвижных народов искусств. Гордость нашей этой санктурии, высокотехнической деятельности, снискавшей признательность, истинность, и благодатность, и правда относилась. Гордость нашей работы будет привить на себя, как очень скромный человек, великолепный мастер, борец за различные духовности и культуры нашего народа. Друг и наставник всей ваших собраний. Ответ, душу, благодарим вас за то, что вы такой, что всегда в стране творчество, дерзающийся, создающий те, кто живут на нашей стране. Желаю новых творческих успехов, счастья и здоровья. Зам. Министерства культуры и хороших. Аплодисменты. Потому что, наверное, он слышит каждого музыканта, каждого исполнителя, каждого этого мальчишки своим душами. Ну, не так, как мы слышим все. Поэтому дай Бог тебе здоровья, дай Бог тебе счастья. Чтобы еще тухие-тухие годы мальчишки с тобой не только на эти случаи не так, как и не имеют. Дай Бог тебе счастья. Аплодисменты. 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 Дорогой Олег Ниславяевич, дорогие коллеги. Разрешите нам, городской администрации, депутатов городской, дуны, депутатов, вашей политикой, консерватории, поздравить всех нас с праздником. Это наш общий праздник. Это праздник российской культуры. Это праздник культуры Нижнего Руда. Лев Насадьевич, в последнее время вы встречающие слышали слова о том, что Нижний Новгород превращается в музыкальный историй России. И я думаю, что это большая победа всех нас. И наших любимых консерватторов, и Оперского театра, и филармонии, музыкального общества, и дети виситопеды. Но вы, видите, как у меня, отдельные звезды, какой вы их играете. Я не боюсь сказать эти слова, потому что мы очень любим все вас. Любим, почитаем ваши студенты, ваши ученики, мы ваши коллеги. И желаем только одного – здоровья и долгих-долгих лет в жизни. Вы часто на всех праздниках родаства вместе с ребятами исполняете долгое лето. Разрешите теперь нам пожелать вам новое лето для нас, для города, для России. Спасибо. Как почетный гражданин Лиза Милов. Благодарствуйте. Вам, Виктор и Новгород, очень почетный бог, гражданин Лиза Милов. Аплодисменты 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 Из циклов «Настихи Ирина Топаковы» «Настихи Ирина Топаковы деревья, дух солнца девица и летний линий» «Летний фильм, теплые ночи, блин» Дирижон Василий Никитин Центр-мейстер Дмитрий Кранауков ПЕСНЯ Куда зря и ветра в осене плавится Кто сказал, что духом можно простудиться ПЕСНЯ 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 Ла-ло! Субтитры добавил DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры делал DimaTorzok Аплодисменты 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тот час, когда военная гроза Тебя принять заставила присягу Тот час, когда военная гроза Тебя принять заставила присягу Осталась юность вечная с тобой Вот все динамиски по себе крыла И той поры, когда пришел домой Своей крыся ее на след забыла Не уноси обо своей души И для тебя подстоек, братство свято, Ты роскоши, маю-ка, Раскоши, как шел на фронт, Мальчишка, и ты когда-то. Ты роскоши, маю-ка, Раскоши, как шел на фронт, Мальчишка, и ты когда-то. Аплодисменты. Ваши зрители приветствуют заместитель главного редактора газет «Музыкальное оползение», но ты последний, Киркутин. Аплодисменты. Аплодисменты. Я вам скажу, когда был Яковлевич Варшавин, мне тогда был редактор, наверное, и я у него бывал часто давно дома, я чтобы играть, приезжал в Москву и даже не понимая, как жил. Я всегда его немножко как-то стеснялся, и он такой, а он мне говорит, что ты меня стесняешься, ты ведь старше меня. Я говорю, как это так? Он у человека два возраста, один возраст его ободочки, а другой возраст его души. Лёва, ты счастливый человек, я всегда нашим вашим предметом. А потому меня привыкли к вам, ребята. Не берегите его ни в коем случае, не давайте ему жить спокойно. Составляйте его всё время. Всё время что-то делать с вами позициями. Поверьте мне, он совершенно... Он вам установляет. Он Лёва, человек совершенно святой. То, что он символ Нижнего Новгорода, это тельба. То, что я... Понимаете, Золковский жил в Калуге. Сегодня живёт в Нижнем Новгороде. И планетарность одного и другого для меня, например, не сменит. Есть, я скажу, сегодня... Мы долго думали, ну что подарить? Мы не знаем. А мы сделали, как говорится, у нас есть одна вещь. Очень нам дорого, кроме газеты, мы издали книжку. Об одном, я считаю, тоже Святом Человеке. Это великий польский композитор нашего века и только Ревнаславского. Мы её издали сами. Наши маленькие редакции не прибегают к помощи никого. Сами набрали, сами заработали. Я привёз десять экземпляров этой книжки. Я привёз сто экземпляров газеты, где было обещано юбилеем Лёвы. И для нас, кто экземпляров последнего номера газеты, где есть один короткий яд, и целый, и большая, и один короткий мокровый яд. Это не так. Для нас важно то, что мы можем подарить свой круг и сказать, знаешь, расставайся, пожалуйста, садим, плачь своих пацанов, им всегда будет интересно. Ну, не знаю, футбол, может, или сейчас не обыграет, как говорится, скорость лета. Но, тем не менее, пока ты есть, у меня, и когда я это слушаю, у меня чувство социального оптимизма растёт и растёт, что, как говорится, не схемело, я говорю, да, и что наша культура жива, и будет она жива, и хватит, а раз насчёт гиги и культура, того сего, знаете, вся обмена сойдёт, а вот это всё остальное. Лёва, ну ты, Лёва. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Стихи Зинаезlishа из кардатной Родины. С манатной Родиной. Тех, четыре, три, два, один, старт! Готовный день в ожидании, Ракета-мар! Их звезды не упадут на воде, Команду и капитан! Ракеты быстро в заре летят, Мальчишки, взгляд, и цепь отрядают! На карте неба, хоть не может быть, Под вечер наш! И в черных дождей, как вложено, Мы взяли в анимаш! Ракеты быстро в заре летят, И в черных свет, и в сердце, как влядь! Свет праздничный грех, и смелее летит! За полнитаром, и о неграми, И в лучших перейти! Ракеты быстро в заре летят, И в обыске, и в сердце, как влядь! Ракета-мар! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Аплодисменты. 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 Корректор А.Кулакова ПЕСНЯ 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 Это будет здоровье и будет будущее. Это будет будущее. Поздравляем! АПЛОДИСМЕНТЫ Стихи Юлия Анатрианова. Городецкий хокклама «Крепина» Исполняется. Постоянный исполнитель локального хокклама «Крепина» Раиса Маркова. И заслуженный артист России Кеннадий Мамай. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Отрастет у тела, Отстреливались души, У вашей красной водушки, На огоне нож не расстрела. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.